Рассказчик На минуту, закрой глаза О, прошу прощения Как-то неудобно получилось Позволь представить моих старых друзей Изумительный и чудесный ансамбль Русских народных инструментов Декамы И его довезет Александр Камзисов И дивный камерный хор Декамы Под руководством Александра Васинской Бешкова, сказка, вычиняется 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 Светлый князь Красавица жена его, княгиня Слава, принесла ему двое дочерей. При хорошеньких, при миленьких. Данеж, старшая дочка, росла умница и разумница. Все дела ей спорились. И салфетку расшить, и лук из дерева вырезать. Словом, не дочь, а сказка. Младшая княжна Ухчух, как в таких случаях водится, оказалась совсем из другого теста слеплена. Ухчух сделалась ужасной проказницей Забиягой. Не было ее никакой управы. Князь да княгиню только руками разводили. Мол, ребенок она, что с нее взять? Вот подрастет, тогда другое дело. Однако ж, как бы ни с носом Ухчух не была, сесту старшую, Данеж, всегда слушалась. Так любили и уважали две сестры друг друга, что вместе хотели всю жизнь прожить. Да только случилось однажды ужасное несчастье. Остывшее солнце уже закатилось за горизонт, а девочки так домой и не вернулись. Забеспокоились всех, заругали девку, что смотреть должна была за княжнами. Ну вот, вратилась Ухчух, одна без сестры. Вся грязная, словно в болоте купалась, а лицо белое, как простыни моченые. Легла она на кровать, руки сложила на животе и замолчала. Долго она слова сказать не могла, как не молили ее князь с княгиней. Только на третье утро рассказал Ухчух, что играли они с Данеж на поле, рвали крапиву. Как вдруг из леса зачарованного вылетела баба-яга. Схватила Данеж за косу, волокла в лес, бежала Ухчух за сестрицей. Только догнать не смогла, ноги сбила, грязи извалялась. Плакали князь с княгиней, что время на погоню упустили. Так бы и по горячим следам можно было бы и разыскать дочь старшую. Ну что слезы летят. Снавидели на поиске Данеж отряд ловких и смелых ушкуйников, людей, обученных делу военному. Заплатили немало и обещали еще больше, но только лес волшебный, не поле битвы. В нем совсем другие силы нужны. Так шел год за годом, и ни одна попытка князя найти дочь свою не увенчалась успехом. Вот и подошли мы к началу истории, дорогой слушатель. Потому как в тот день знаменательные все и перевернулось с ног на голову. Как Данеж, старшая княжна, пропала, уж десять лет прошло. И Ухчух из несносной девчонки превратилась в прекрасную девушку. В ее честь князь устроил большой бал. На дворе с музыкой и танцами. И самые разные гости приехали, потому как князь сватает единственную дочь свою. Сладкое вино, горячие пироги и музыка, музыка, музыка. Сладкое вино, горячие пироги и музыка. Сладкое вино, горячие пироги и музыка. Музыка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok